Джазовые стандарты, рок-композиции, классика в одном выступлении. В Самарской филармонии прошел юбилейный концерт пианиста и композитора Григория Файна. На нем вместе с мастером джаза выступили звезды российской музыки. Виртуоз тепло отзывается о Самаре. Здесь в 70-х годах начиналась его бурная джазовая карьера. Сюда он приехал по приглашению Куйбышевской филармонии. В городе Григорий Файн организовывал музыкальные фестивали, создал свой оркестр и трио, с которыми затем гастролировал по Советскому Союзу и уже много лет сотрудничает с Академическим оркестром филармонии. Вы знаете, у человека-творческого всегда много трудностей и вопросов. И я очень рад, что все-таки я смог устоять и свой заключительный вот такой концерт юбилейный сделать именно в Самарской филармонии, где впервые я выступил в 1967 году на конкурсе Кабалевского. Вот видите, как бы цикл продолжается. У нас с Григорием не с чем. Давняя такая дружба и человеческая, и музыканская. Джазовая музыка, она, я думаю, многих привлекает и завлекает своим обаянием, своей экспрессией, своим темпераментом, своей чувственностью. И, в общем, я не исключение. На концерте выступили и родственники музыканта. За годы его творческой карьеры выросла целая семейная династия. Сын Дмитрий Файн получил академическое образование, играет на фортепьяно. Говорит, его музыкальная карьера тоже начиналась с филармонии. Первые классические концерты он сыграл с ее академическим оркестром. У нас такой симбиоз классической джазовой династии, и это всегда очень интересно, потому что в сегодняшнем концерте вы услышите не только джазовую музыку, сугубо джазовую, но именно музыку на стыке этих двух жанров. В программе звучала музыка Григория Файна, джаз, классика, рок-композиции, а также целый срез известных мелодий, самых разных стилей, от самбо до диско и джазовых стандартов. Объединялась это воедино и легкой тонкой игрой виртуоза и тем, что все его коллеги буквально жили в музыке, зрители рукоплескали. Григорий Файн поделился, сейчас он планирует больше времени уделять композиторской деятельности, недавно написал сонату для скрипки и репетирует ее с коллегами. Так что уже скоро ее услышит публика. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.